Да, вот теперь интересно. Я нажал на кнопку, может быть еще раз надо сказать то же самое. Вот как я понял, вы работаете в Государственном институте в Краснодарском. Как он называется, Виктор Николаевич? Да, Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Это третий университет физкультуры после Москвы, Ленинграда, по значимости в России, готовящий специалистов по физической культуре и спорту. Да, Виктор Николаевич. Я работаю там. И еще раз, и еще раз. И вот общественную теперь организацию. Да, да. Я в университете, я руковожу центром по подготовке, переподготовке специалистов и населения по безопасным и адекватным действиям чрезвычайных ситуаций. Также я руковожу общественно-региональной организацией, которая называется Академия личной безопасности. В Ютубе у меня есть канал, который также называется Академия личной безопасности. Завгородний Виктор Николаевич. Уроки по самозащите. Я видел с таким восхищением, я смотрел, как вы там тренируете своих спортсменов, вот этому личный бой, как это называется сегодня по-современному, как это называется? Рукопашный бой? Да, рукопашный бой. Рукопашный бой – это название такое больше к боевому. А я называю то, что я преподаю, называется самозащита без оружия в концепции управления различными ситуациями. Вот это раньше Каточников, который изобрел самбо. Да, но он не изобрел самбо, он был продолжателем, одним из корифеев, тех, кто остался в России, но он не в спортивном самбо был, а в прикладном, то есть он преподавал военным. Мы с ним работали в Краснодарском ракетном училище, и он там проработал последние годы жизни. Ну, вот он два года назад ушел, так сказать, на небеса, но вот он считался патриархом русского рукопашного боя и моим наставником, я его считаю. Да, да, да. Своим другом, мы как бы родственники. Интересно, интересно. Ну, родственники я был, так сказать, его, у сына был сын, а я был у него названным отцом, так скажем, да? Вот по таким вот витиеватым, так сказать, линиям мы были с ним родственниками. Очень здорово. Он единомышленник, и очень много мы с 77-го года мы с ним были вместе. Я думаю, вот участники нашей школы, человек будущего, Homo Futurus, с удовольствием посмотрят нашу встречу, потому что я, когда увидел вас на YouTube-канале, я был поражен. Ну, мы же люди уже не молодые, но вот вдруг я увидел вас такого там молодого в вашем сегодняшнем возрасте, как вы там показываете, как надо защититься от удара, как надо нанести ответы. Я думаю, это просто вызывает восхищение. Я был потрясен просто вот этому, тому, что вы преподаете человеку, потому что, видите, действительно, вы такие вещи открываете, такие тонкие моменты. А вот скажите, вот любой парень, допустим, у нас со школы, который, ну, хочет научиться там, быть, самозащита у него, чтобы была там, чтобы он пошел там в кино с девушкой и чувствовал себя уверенно. Вы таких тоже обучаете, да? Ну, конечно. Ну, здесь, в Краснодаре, у меня есть группа, она небольшая, потому что это не спорт, я сразу скажу, потому что к соревнованиям мы не готовим. И это довольно, ну, так, я бы сказал, очень умственная работа, потому что тут надо знать прежде всего себя, любимого, да? Потому что это анатомия, это физиология и психология. Почему мне очень интересно вот ваше направление, ваша методика, вот ключ? Потому что это очень созвучно с тем, что я преподаю. И когда-то вот мне, так сказать, посоветовал как раз вот Алексей Алексеевич обратить внимание на то, что это очень быстрый способ введения себя в особое состояние и снятие стрессовых каких-то зажимов в своем организме. И я стал вот смотреть, искать, у меня книжки ваши находятся и дома, и на работе, вот с закладками буквально, я их там штудирую, смотрю. Очень часто не удалось до этого встретиться лично, но вот сейчас хотя бы, так сказать, точно видим друг друга. Мы так, я чувствую, уже задружились, мы на одной волне. Мне очень весно, конечно, что и Кадочникова знал о ключе. Я, правда, с ним никогда не встречался, не удалось. Мне очень приятно, потому что мой друг Гусейн Магомаев, с кем мы вместе начали джиу-джитсу заниматься, йогой заниматься у Ахмеда Ахмедова. В Махачкове еще там на улице Энгельса, в ход училища, в подвале. Потом я пошел в медицину, а Гусейн Магомаев пошел в спорт. Он занимался в ушу санда, создал школу «Пять сторон света». И все его эти, так это, обученные им спортсмены, ну, золотые медали завоевывали во всем мире. Я к этому какое-то такое прикосновение имею. И я хорошо понимаю, что в единоборствах очень важно регулировать свое состояние. Особенно, когда я встречался с бойцами, которые говорили, что они находятся в этом состоянии каком-то особом, когда они входят в такой раж боевой. Ну, я с военными работал, я готовил спецназы и прочее. Они говорили, я вхожу в это состояние, у меня все на автомате идет. И я, говорит, всех молочу там и все прочее. Вот интересно. А вот у вас, то, чем вы занимаетесь, для гражданского населения, у вас какие вот обучаемые, какого возраста приходят? А вы знаете, начиная со школьников и вот заканчивая с 60 и больше годами. Потому что в отличие от спорта, ведь, ну, вот вы имеете отношение, знаете, да, что такое спорт, что такое даже среднего уровня, особенно большой спорт, он заканчивается где-то в 25 лет. Потому что, ну, грубо говоря, высасывает силы из человека. А вот то, чем мы занимаемся, он не требует таких больших физических усилий, а только поддержания себя на каком-то уровне. И именно уровне возрастном. Кому 20, кому 40, кому 50 и так далее. И вот вхождение вот в такое состояние как раз помогает человеку в любом возрасте противостоять вот различным чрезвычайным ситуациям социального характера в основном. Хотя мы учим их, как вести себя в природе, в дикой природе, как вести себя в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Я вот много лет тренировал команду студенческую нашего университета МЧС. Мы занимали много очень призовых мест на юге России, в Беринстве России и так далее. Знаком с Шойгу был еще, когда он был министром МЧС и приезжал на эти соревнования. И со многими людьми, которые вот готовят людей в чрезвычайных ситуациях. Вы, наверное, помните Рутюнских такой, Саша, да? Да, Александр Иванович Рутюнских. Это один из учеников Кадочникова. Это выпускник нашего университета. И он создал свою систему, называемую РОС. И сейчас ее с успехом культивируют как в России, так и за рубежом. Я помню, вот я с ним встречался 30 лет назад. Я помню, у него там телохранители человек 300, в Зижинске, по-моему, где-то под Москвой. Все собирались, и он их обучал, как автомат забрать, как пистолет забрать. Я к нему привез Терехова тогда, замначальника Интерпола. И Саша Рутюнских тут вдруг неожиданно всем объявил, вот у нас в гостях Хосе Олегович с Тереховым, замначальником. Я ему говорю, слушай, Саша, ну подожди объявлять, да? Дело же было в чем, что Терехов-то и не собирался там обнаруживаться, что он просто хотел поинтересоваться. Ну очень много интересного. Саша очень талантливый, талантливый тоже парень. Я вот помню его, с теплом вспоминаю все время. Надеюсь, скоро мы, может быть, как-то сконтактируемся по интернету. Вы знаете, что я хотел вас спросить? Мне это очень важно, потому что сейчас молодежь юная, которая ищет везде методы самосовершенствования, познания себя. И они иногда залипают, значит, в такие моменты. Я как профессионал у вас хочу спросить. Вот мы, например, ну, вот знаете, вот некоторые люди думают, что на самом деле есть какие-то сверхвозможности, на самом деле какие-то иные, какие-то иные, какие-то заоблачные. Ну, например, там спрашивают меня иногда, как вы думаете, это правда, что можно, не прикасаясь человека на расстоянии вот так движением пальца, сбить его с ног? Я говорю, конечно, неправда, потому что это психологическая уже обстановка. Что эти люди, которые сбивают с ног, с таким удовольствием падают, готовы к этому, потому что их так настроили. Самими обстоятельствами. То есть есть внушение прямое, когда я говорю, я сейчас тебя ударю, ты упадешь. А есть создание обстоятельств, когда про тебя много об этом говорят, вот что ты можешь вот этим владеть бесконтактным боем. Ну, кто-то впечатленные люди попадают под это внушение. И когда такой инструктор говорит, вот так сейчас махну, ты упадешь, и ты уже готов упасть и падаешь. Вот если внимательно наблюдать за ними, с какой любовью они падают, с какой готовностью, и не повреждают себя. Вот я недавно смотрел, как Кашпировский тоже как-то махнул, и человек прямо на стол упал от его движения. А я смотрел потом, с каким удовольствием ты тут упал. Стол разбился, но этот падал с таким удовольствием и не повредился. Вот от самовнушения падают. Ну, я вот пытаюсь это объяснить, что бесконтактных боев не бывает. Это психологическое воздействие. Ну, нет же, не верят. Говорят, ну, как же, вы же просто там не понимаете чего-то там. А вот вы, профессионал, скажите, пожалуйста, бывают бесконтактные бои или нет? Это контакты, будем так говорить, бесконтактных не бывают. Это контакт на другом уровне. Вот сначала люди работают по биомеханике, а затем можно в какие-то моменты проскальзывать. То, что наработано, так сказать, механически и интуитивно, и когда это происходит неожиданно для человека, может казаться, что это все как бы бесконтактно. Но бесконтактного вообще ж мира нет. Мы с вами это понимаем. Это контакт на различных уровнях. Да, у нас сколько тут это физическое тело, и сколько еще у нас есть тел уже открытых. Поэтому... Вот здесь вот и кроется вопрос. Физический контакт все-таки там есть механическое касание или нет? Механическое касание всегда есть. А, ну вот, вот, вот. Потому что ко мне китайцы приехали, они говорят, мы за два года вас научим, говорят, что вы сможете так делать. Это стоит об столько тысяч рублей. Ну, по тем деньгам еще это было давно. А я говорю, чему вы мне научите? Они мне в телевизор включили, там кассету, и там у них тренер, значит, это вот так делаете, целая команда падает. Я говорю, я тоже так могу. Они говорят, как ты так делаешь? А я говорю, ну вот так вот, я могу вам показать. А вы, говорю, мне сейчас вот так сделаете, если вы меня туда вербуете, я должен два года этому учиться, столько денег заплатить. Вы мне вот сейчас сделаете, чтобы я упал. Он говорит, ну я вам не буду так делать. Я говорю, почему? Я могу вас убить случайно. Я говорю, а вы потихоньку сделаете, не убивая. А потом я говорю, слушайте, сейчас я вам покажу, как я сделаю. А у нас Анечка работает там. Я ей говорю, Аня, иди сюда. Она оттуда поднимается, к нам на второй этаж у нас там в центре еще в Махачкаре. Поднимается, и я при ней говорю, вот что значит косвенное внушение, я им говорю, китайцам. Вот она сейчас идет, не успеет она подняться до конца, вот только она ступит на этот этаж. Я пальцами щелкну, и она оттрухнет. Она-то все слышит. И она поднимается, заходит, я пальцами щелкнул, ее как отрубило, она упала. Они такие бледные сидят, и боятся даже вопрос задать, чтобы нелепо не выглядели. Я говорю, поняли. А я не проходил, а вы говорите, что вы меня будете учить. Они даже не понимали, что я просто уже своими словами. Она такая гипнабельная, у нас Анечка была. Я им говорю это, она же это слышит, это залетает под создание. Вот как все это моделируется. Ну, это я просто вспомнил, эту историю, очень чудная история была. Да, вот как-то, когда мы открывали школу Кадочникова в Краснодаре, он был там президентом, а я исполнительным директором, и на открытие приехали очень много разных журналистов и писателей. И один московский писатель спрашивает меня, говорит, а вы знаете, вот пускай Алексеевич покажет, как бесконтактно люди падают. Я говорю, ну вы подойдите к нему и сами спросите, что вы меня спрашиваете. Ну, да, да, помялся, 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 и потом я читаю в газете, он пишет, что и Кадочников моргнул глазом и упало семь человек. Вот из таких мифов слагаются потом вот то, что ходит там в народе. Так что это все... А ведь некоторые этим, этой прививкой против развития столько молодых людей испортили, вот заставляя их своим авторитетам поверить во всякие бредные, во всякие фокусы и мифы, делать такую прививку против развития. Я очень против, поэтому я очень горд, что мы с вами сейчас разговариваем, и прямо от первого лица у вас это услышать и задать вам такие вопросы, которые многих молодых людей интересуют. Я помню, я в своем возрасте молодом мог мизинцем, мизинцем, за счет сосредоточения правильного, пять-шесть карандашей в связке вот так вот прорубить сразу. И всех удивлял. Они говорят, что ты делаешь? Я говорю, я просто вижу цель не карандаши, а под ней, под ними, под этой связкой. То есть я так декорирую внимание и в этот момент так делаю, что не карандаши для меня, а там дальше цель. И вот так вот, как и в жизни, когда мы цель видим дальше, например, нашей физкультуры, для чего мы это делаем, чтобы цели достичь. А другие закорачиваются на самой физкультуре, как правильно делать физкультуру. Вот наша психрогимнастика основана на том, чтобы человек не закорачивал на упражнениях. Потому что он делает наши упражнения, говорит, а у меня не получается. А ему надо о цели думать, для чего он их делает. И тогда у него и получается. Потому что внимание по-другому строится. Вот это очень интересно. Вот скажите, пожалуйста, очень интересно, как у вас ваша любимая работа отражается на вашем здоровье? Вы знаете, она помогает все-таки. Вот мне сейчас 65 лет, и я работаю с гораздо младшими людьми по возрасту, по подготовке, чем я и так далее. И за счет того, что я знаю и умею, как двигается человеческое тело, как наш мозг управляет этим телом, благодаря во многом вашим объяснениям. Понимаете, я вот много того, что раньше не мог объяснить для себя, хотя знал академические, так сказать, знания, физиология, психология и так далее. Но вот объяснить, почему вот так или эдак мы делали, ну, допустим, те же самые маятники, да, почему они так помогают потом в боевой работе, этого объяснить никто не мог. А вот вы своими вот этими упражнениями показанными и много раз растиражированными даже по видео, и затем со многих точек зрения объяснив, почему и как это происходит, связь между мозгом и телом, вот помогают мне вот в работе с гораздо молодым организмом, который приходит ко мне, но они тоже приходят сначала, научите меня ударить, да, чтобы я мог там сбить человека с ног там или себя защитить. Я говорю, ну, ты сначала посмотри, что ты этим ударом сделаешь с человеком, что потом в его организме произойдет, а потом мы будем учиться уже ударом. И у нас действительно вот таких вот ударов спортивных, как это, извините, извините, давайте так сделаем, давайте так сделаем, через полчаса я вас жду, я сейчас запись делаю важную, через полчаса я вас жду, позвоните. Это просто, меня попросил сегодня вечером, мне позвонил главный психолог был вооруженных сил СССР, с которым мы ездили, значит, готовили военный персонал к подъему атомохода Курск, без каравая, Феликс Иванович, он попросил, говорит, там кто-то из друзей, там, говорит, пострадал после двух инсультов, помоги, ему, ну, мне неудобно было сейчас, не ответить, он через час мне позвонит, так что я извиняюсь. Я не знаю, я что, знаете, что хочу попросить, дело в том, что я бы вас попросил, чтобы вы мне ссылочки прислали на два видео, которые, знаете, я когда посмотрел, я был в таком восторге, я хочу, чтобы наши, вот кто еще не видел вас, посмотрели, мы прямо прикрепим под записью вот эти ссылочки, чтобы они посмотрели, как вы получаете, хорошо? Хорошо, я пришлю, это же не трудно. Мы поставим, и может быть, у кого-то вопросы возникнут, и может быть, кто-то захочет даже в вашу школу пройти, может быть, потому что у нас много разных участников школы из разных городов, а вы знаете, там, из Краснодара, у нас девушка была, она со мной как-то даже видео проводила, айкидо она обучала, она обучала айкидо, она инструктор айкидо, девушка, да, я найду, значит, видео, я вам пришлю показать, а скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, ведь правда, вот когда вы занимаетесь любимым делом, и особенно, когда вы обучаете это других людей, ведь есть нам какое-то ощущение морального удовлетворения, что вы даете людям, опору под ногами, чтобы они тверже стояли на ногах, чтобы они чувствовали себя свободнее, увереннее в жизни, и это не только в области, какой вы непосредственно их обучаете, но это как бы какая-то базовая основа для их развития в других направлениях, в творчестве, и в математике, и в химии, и в физике, и учиться, наверное, это как-то помогает. Да, конечно, естественно. То, что вот я пытаюсь передавать людям и, так сказать, теоретически, и практически, это не чистый, ну, будем так, грубо говорить, мордобой, это совсем другое направление, это развитие человека через физическое и умственное совершенствование. Вот я как раз пытаюсь им показать, как мозг управляет телом, и как тело может действовать на мозг, вот что очень созвучно с вашей методикой. Ну, и со многими другими очень большими такими учеными, ну, допустим, вот у Сытина, я смотрел ваши видео, вы там супер-медленные движения там показывали в одном из видео, а у Сытина тоже же есть такое, да, у Георгия было, но он это не связывал чисто с, так сказать, затем с пиком физического напряжения, а просто с тренировкой каких-то человеческих качеств, вот у того, кто делает эти супер-медленные движения, но все-таки это одна из таких ступенек, которые позволяют потом перейти уже более, так сказать, на высшую, на вашу, вот эту методику. Ну или остальное, я же все время говорю, кто такой был Козырев, да, астрофизик, как он раскрывал пространство и время, как можно время растянуть или вот схватки, или наоборот, сузить его до там кулака или до поднятия руки и так далее. Кто такой был Бернштейн, кто такой был Акимов, Шипов, Торсионные поля, это все как бы завязано на самозащиту, да, какие-то их открытия, но в то же время это различные аспекты человеческой жизни и которые помогают им, у меня очень мало тренируются людей, которые связаны со спортом, именно, они различных профессий, и охранники, и полицейские, и военные, и учащиеся, и инженеры, и так далее, и компьютерщики, и вот они каждый что-то у себя находят, приходят и потом мне говорят, слушайте, а я вот у себя вдруг там открываю вот свои профессии, что они стыкуются с тем, что мы делаем в нашем зале. И я вот это как раз вижу связку, искусство и взаимопроникновение, вот то, что вы преподаете ключ и дальше его развитие, там ключ два, ключ три и так далее, и с тем, что вот я пытаюсь на своем уровне давать людям. очень здорово. Скажите, пожалуйста, Виктор Николаевич, вот я недавно делал видео Саадата, она боксер. Да, я его видел, извините. Она улетела уже в Париж, там будут отборочные какие-то получать на участие в Олимпиаде в Японии. Вот интересно, вот она боксер, а вы занимаетесь своим видом. Ну, вы-то, конечно, это сразу знаете, но я это говорю еще для тех, которые не в курсе дела сейчас. Вот мы с Гуськой Магомаевым тоже когда говорили, я его задавал этот вопрос, а как ты думаешь, человек в ярости, в ярости и каратист, вот они встретились, человек в ярости, который готов разорвать себя, и каратист обученный спортивно, вот как надо реагировать. Кто в принципе выиграет в уличном бою? Человек, который действительно разъярен, или человек, который подготовлен тренировочными процессами, но в котором ярости нету в этот момент? Вот, или это неправильная постановка задачи? Нет, это с одной стороны правильное, а с другой тут можно рассматривать двояко, Александр Магомедович. Значит, смотрите, на мой взгляд, опять же, весь спорт, он в основном готовится на условных рефлексах, на заучивание каких-то многократных действий, что созвучно с тем, что и у вас, и у нас это преподается, но эти действия механические, и здесь это зависит от понимания человека, вот недавно я смотрел ваш ролик, мне тоже понравилось одно из высказываний, хотя оно, так сказать, из народа, что всему свое время, и если человек, занимающийся спортом, подойдет к тому, что не то вот узенькое, спортивное направление, которое ограничено еще и правилами его спортивными какого-то направления, что он может расширить это, и это может защитить его на улице, то тут еще вопрос, кто победит, или подготовленный спортсмен, или просто разъяренный человек, но с другой стороны, разъяренный человек может просто задавить такого неподготовленного спортсмена психологически, потому что вот я говорил, что чем отличается то, что я преподаю от спорта, что мы всегда вооружены, в отличие от спортсмена, любого, из любого вида контактного спорта, бокс, кикбоксинг, каратист и так далее, потому что они ограничены какими-то правилами, и в то же время мы ничем не ограничены и у нас всегда оружие при себе. У меня нога обута, тяжелый ботинок, в котором спортивных состязаниях нет. Если человек получит тяжелым ботинком по берцовой кости, это будет совсем другой удар, если он получает удар, допустим, босой ногой, или даже самбовки. у меня там другие средства, которые я просто могу поднять на улице. Это и кирпич, это и битая бутылка, это и палка и так далее. И это уже поставит его в замешательство, потому что спортсменов не учат, как работать против человека, у которого что-то в руках. А на улице у меня что-то в руках всегда есть. И даже тем более, что если я себя введу вот в этот боевой транс, в этой ярости, как вы говорите, то это будет всегда выигрышнее, чем человек, который будет с холодной головой, но ограничен своими правилами. Да, вот интересный момент, дело в том, что я трусливый по анатолии человек, я все время думал, что я такой трусливый. Ну, в Махачкале много дрались, я не помню, недели, чтобы с кем-то там до крови не дрались в моем выигрышнее. Я думал, почему ты такой трусливый. Потом я понял, дело в том, что я по сравнению с противником случайным уличным не вооружен, потому что мне его жалко. Мне его жалко, я был такой парнишка еще тот, еще тот, но мне его жалко. вот вот это ощущение скованности какой-то безоружности, потому что мне жалко его повредить, потому что я уже, видимо, умом был выше, в том плане по-человечески, воспитан как интеллигентный человек, я понимал, что та драка, которая случайно произошла на улице из-за того, что он мне что-то сказал, я ему что-то ответил из-за самоутверждения, рефлексии, не стоит того, чтобы его покалечить. И вот я думаю, что вот эта этика, которая, она меня сдерживала, и поэтому я был по сравнению с тем, кто не сдержан в этих безоружен. Но однажды, или дважды, или трижды, когда мне приходилось защитить своего ребенка, или жену, или любимого человека, друга своего, на которого напали, я так возметелил, то есть когда есть во имя чего. А когда просто ты идешь в кино с девушкой, и кто-то тебя плечом толкнул, и чтобы ты перед девушкой не выглядел слабеньким, пышется там, щеки надувать, кулаками махать, по-моему, это полная нелепость. Я вот обоих теперь, и поэтому мне очень нравится, о чем вы говорите, философски, и мне очень нравится, что это в принципе в традициях высоких мастеров, вы сейчас говорите, духовное развитие, то есть по существу, что вот эта драка, удар и так далее, это нужно, как азбука саморегуляции нужна для самоуправления, также для защиты себя, и утверждения себя, нужно знать эту азбуку, вот то, чему вы ему преподаете, вы говорите о том, что стержнем все-таки является духовное совершенство, не так я понимаю, нет? Как в традиции в мире. я оба власти с вами так уже. Вот удивительно. Я вас очень прошу, вы пришлите, пожалуйста, вот хотя бы одно или два видео, чтобы я поставил там ссылки на ваши, как вы тренируете, я думаю, что все будут просто в восторге, и тогда они увидят, как два взрослых человека беседуют между собой о философии, а там вдруг они увидят реальную картинку, конечно, это будет прекрасно. Я думаю, вы не откажетесь, если кто-то вам позвонит за советом или захочет к вам за помощью обратиться, то есть вы дадите там свои координаты, да? Обязательно, обязательно. Под каждым моим роликом все это есть. Да и я вот вам когда пришлю на WhatsApp, я там все напишу вам. Да, то есть у вас не секретно закрытая школа отсека? Нет, что-то секретить. Хотя мы работали с силовыми структурами, с охранными структурами. Это понятно, это понятно, это понятно. Мы все из одной каши, как говорится, варились. Да, да. Это понятно. Спасибо вам, Виктор Николаевич. Я надеюсь, до скорой встречи. Я надеюсь, да, и я думаю, вы не откажетесь еще раз встретиться, потому что сейчас вопросы, там, комменты напишут у нас участники школы какие-то. Может быть, вы тоже посмотрите, как будет время, может, кому-то там ответить на комменты. можем еще встретиться. Хосай очень-очень хорошо. И Сундакова я видел у вас. Это мне очень близко, как он относится к развитию школы русского языка. Это очень близко. Путешествия тоже мне очень близко. Ну, и так далее. Поэтому как только вы скажете, что мы с вами встретимся, обязательно. И я тоже советовался с теми наработками, которые я могу давать физически, но не могу объяснить вот так философски, как я смотрю, как вы объясняете в своей школе развития человека и так далее. Как вы это все пропагандируете. Хотя я пытаюсь это в своих видео каждый раз сказать, что не бейте людей, когда они уже упали на землю. Не надо этого делать, когда вы что-то там сделали. Тем более мы всегда начинаем наши занятия с юридических прав, что тоже отличает нас от спорта. Потому что в спорте свои законы, а на улице будем грубо говорить уголовный кодекс. Так что большое спасибо за встречу. Спасибо. Вам здоровья. Спасибо. Будем поддерживать связи. Обнимаю, обнимаю, желаю хорошего настроения, самочувствия. Я вам картину нарисую. Спасибо большое. Я там нарисую бокс или бой или карате. Ну что такое склад и поединок такой устремляетный. До встречи. Буду очень рад. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Счастливо. Спасибо. До свидания. Счастливо.